Вы знаете, всё больше я слышу о том, что сейчас есть весьма серьёзные намерения, которые осуществляются уже через ряд акций даже наших высших государственных органов. По крайней мере, уже предлагается целый ряд законопроектов, по которому у нас по образу и подобию европейских государств и Соединённых Штатов Америки хотят вести так называемую ювенальную систему или ювенальную службу, или ювенальную юстицию. Юстиция является одним, так сказать, одной из сторон этой ювенальной системы. Сейчас вот был издан Министерством образования и науки уже издан материал. Ну, издан, я не знаю, как назвать это, проект или уже, так сказать, нечто уже утверждённое, так называемый паспорт школьника. Этот паспорт школьника очень большой по объёму, он 40 с лишним страниц. Можете представить, сколько там пунктов, которые, в частности, должен будет заполнять, конечно, сам школьник, но, наверное, придётся мамочкам и папочкам немало времени уделять, чтобы сочинить, что там написать. Какая у неё температура утром? 35,9... Нет, 35... Нет, 36,59 сотых. И какая вечером? 36,61 сотые, да. Я шучу, конечно, но дело в том, что сам этот паспорт, кто его видел, он в интернете помещён, да, то он содержит настолько подробный вопросник по отношению к школьнику, что просто приходится удивляться. Просто действительно приходится удивляться. Каждый день он должен следить за состоянием своего здоровья, за отношением к нему родителям, за всей диетой и образом питания, который у него есть. Сколько он должен съесть, сколько ему положено. Сколько овощей, сколько фруктов, сколько мяса, сколько рыбы. Следить за своим аппетитом, следить за своим сном. В общем, параметры, когда читаешь, не понимаешь, что это такое. И представьте себе, что закладывается, когда я весь концентрируюсь на своём здоровье. Ну, как-нибудь вы, наверное, видели людей, которые все только о здоровье и говорят. Мы говорим, бедный человек, что с ним будешь делать? Больше нет. Это уже ребёнок с детства, с первого класса. А может быть, даже это введут и в дошкольные системы. Когда он весь думает только о своём здоровье. Вторая категория – всё рассказать о своих родителях. Всё, что только может. У ребёнка это не так долго, всё это знать. Да, если он даже что-то напишет такое, то опытный человек, а их это будет громадное, видимо, количество потребуется. Кстати, колоссальные деньги от государства. Потому что чиновников придётся вводить множество, великое множество, по всем же школам. Так, то этому чиновнику, он будет сменом, так называемый, да, нетрудно будет узнать, как это написал ты или мама, почему это написано и в какой степени это соответствует действительности. Опиши свою комнату. Опиши, что в ней стоит. С кем ты живёшь? Какие отношения между родителями? Какое положение занимает папа и мама? Где они работают? Да сколько они получают? Как они к тебе относятся? Вы знаете, это, знаете, только научно-фантастически, даже не научно, а просто какую-нибудь фантастику написать и скажет, ну и чужая такая. Разве такое может быть серьёз? Разве может быть такое? Ну, конечно, не может быть. Вы что? Шутка! Представьте себе, шутка всерьёз. Это что такое? О всех родственниках напиши. О всех друзьях своих напиши. Всё, всё. 40 страниц лишним, вопрос за вопросом. Такая анкета. Когда выезжал человек за границу ещё в советское время, ну, были анкеты, но не в 10 раз меньше. Это при том строго, я бы сказал, отношение к любой поездке человека за границу. Здесь ребёнок должен всё заполнить. Скажите, что это такое? Что это такое? И это только паспорт школьника. Это только будет материал, потому что из класса в класс. Вы посмотрите, из класса в класс. И за дня в день. Это будет только паспорт школьника. А на основании этого паспорта... Ага, я смотрю, я омбунсмен. Так. Папа повышает голос. Угу. Надо будет с ним поговорить. Если он крикнет, позвоните, вот телефон. Мама мне не дала вот того-то и того-то, что я хотел на завтрак. Мне не дали достаточно карманных денег. А папа щёлкнул ещё у меня по лбу. Если ты будешь паршивиться, так ищу. Это вообще уже... Это уже скандал. В Европе уже такие штрафы берут колоссальные. Уже именно штрафы. Тюремные заключения до трёх лет. В зависимости от этого. И отнятие ребёнка. Причём отнимают ребёнка. Уже не просто так. Отнимают... Вы, наверное, все слышали. Родители даже не знают, где он. И вот хоть встретятся. Родители могут разрешить сначала в качестве уж такой льготы в месяц раз в присутствии чиновников и ещё с трубой с этой видео или фото или кино или видео, так? Да. Чтобы родитель ничего не смел сказать. Слушайте, это такая система, такого рабства, которого ещё в истории человечества никогда не было. Никогда. Ну, попадались отдельные люди в рабство. Отдельные племена иногда. Теперь... Это же тенденция, понимаете? Что вы думаете? Европа и Америка, и всё? Тенденция весь глобус наш охватить. Всё человечество будет под таким контролем, таким жёстким контролем. Причём не просто контроль, а контроль, за которым следуют санкции. Причём санкции самые жёсткие. Одни штрафы только могут превосходить зарплату этого бедного человека. Он получает 10 тысяч, ему штраф 15. И всё это под флагом заботы о ребёнке. Родители. Кто лучше может заботиться о ребёнке? Ну, скажите, неужели родители? Государство, конечно. А что такое государство? То есть чиновники, чужие люди. которые к тому же ещё заинтересованы, чтобы показать результаты своей работы. Он наш артист Захарова, да. Уже сколько она лет? Больше 10 лет и никто не смог ей помочь. Ни президент Франции, ни президент России тогда был Путин. Никто. Это какая-то система, которая ни от кого не зависит. Слушай, простите, а что это за государство в государстве? Чьё оно? Чьё оно? Когда чужой дядя, чужая тётя будут лучше заботиться, чем родители, никто не спорит. Есть ужасные семьи, есть, что называется, нечеловеческое отношение к ребёнку. Есть, но для этого существуют уже органы, существуют. И суды существуют, и органы опеки, по которым могут и родительских прав лишить. Это же всё есть. Нет, это всё не так. Мы устроим свою систему. Или наделим такими полномочиями и эти, если вам не нравится отдельная система, которая никому не подвластна. То, что творится в Европе, в Германии, только за прошлый год 70 тысяч детей отняты. Во Франции 2 миллиона. Так, причём ребёнок уже, ему внушают уже в школе и уже всё. Вот ты учти, вот есть ли ж папа, есть ли мама, если что-то. Вот тебе телефон. Телефон. Причём уже, как мне звонил один из Америки, там или надо нажать кнопочки, или даже уже настроено, что одну кнопочку может нажать, и тут же уже приходят соответствующие сотрудники, и начинается разбирательство. Что из этого ещё другой следует? Подумайте, психологическое состояние семьи. Ребёнок уже знает, что он может на папу и маму что угодно. Вы слышите? Родители начинают становиться рабами, причём такими рабами, которые не смеют даже голоса поднять, если ребёнок что-то неверно делает. Рабами. Две тысячи лет тому назад, когда о таких вещах никто и не помышлял, да и кто недавно совсем никто не предполагал, что такие вещи могут всерьёз быть, две тысячи лет тому назад, в одной книге, которую я помню как-то однажды читал, там какой-то Иисус Христос сказал, «И восстанут дети на родителей и убьют их». Что за чушь? Что за фантазёр? Это он говорил, кстати, о последних временах бытия человеческого. «И восстанут дети на родителей и убьют их». До последнего времени это звучало как, ну, знаете, как общие фразы такие, ну, что-то. Ну, когда не было ни строений и так далее. Теперь, оказывается, я ребёнок. Попробуйте мне, папа, что-нибудь сказать или сделать. Попробуйте, маменька, мне что-нибудь сделать. сейчас или в тюрьму, или в начале штрафа, вы будете у меня такими рабами. А рабами что? Дайте то, дайте это, дайте то-то. Ненависть развивается. Это просто культивирует ненависть. Семья – это единое целое, это одно тело. И вдруг от этого тела отнимают самые драгоценные части родителей. Дети, мои любимые дети начинают смотреть на меня волчьим взглядом. Вы рабы! Какой ужас! Мы говорим о воспитании детей. Воспитывайте, пожалуйста. Попробуйте воспитывать. Что вы сделаете? Вдруг какой-то православный скажет, в пятницу мясо нельзя есть. «Ах, да! Последний раз! Иначе вы узнаете. В церковь? Это два часа стоять? Это что за издевательство над ребёнком? Чтоб больше этого не было? Что это у вас за мировоззрение? Это что за христианство? Это не религия? Это человеконенавистничество? Любвеобильные дяди и тети тут вам придут и скажут. то есть полное разделение, полное уничтожение вот этого единства, которое мы называем семьёй. А семья является основой общества. Вы знаете, Троцкий, мы все слышали это, предлагал сделать из нашего народа стадо бараки, в котором были бы общие жёны, общие мужчины, дети все отделялись и воспитывались, стадо и больше ничего, животные. И вдруг теперь мы видим возвращение к этому. Это будет что же? Разве не то же ли самое? И не в худшем ли варианте? Это что же такое? Откуда это идёт? Мы очень часто возмущаемся. Ой, по телевидению показывают то-то. Ой, там разврат сплошной. Вот что в наших рекламах, в наших книгах. но совершенно если же никогда. Странно. А кто это делает? И зачем это делает? Почему это делает? Вопросов нет. Ух, как интересно! Пожары, пожары, пожары. Ну, кажется, ищутся, кто поджигает. Здесь нет. Нет, безликое, безликие всё, какие-то рассуждения. вы подумайте, кто может это делать? Есть ли ответ или нет? Ну, конечно, есть. Это могут делать только, заранее говорю, не в переносном смысле, не аллегорическом, не метафорическом, а в прямом смысле слова сатанисты, то есть те, для которого сатана, дьявол, является Богом. только никаких других объяснений вы не найдёте. Зачем этот разврат идёт навсюду? Эти убийства, жестокости, кровь, насилие, которые непрерывно показывают. Этот разврат, ещё раз повторяю, не знаю, в каких уж только масштабах, зачем это интересно? Зачем? Почему? Почему не показать прекрасную любовь? Какие прекрасные есть романы? жизнь человеческой, благородство, великодушие, мужество, но сколько же? Нет! Об этом речи не идёт. Речь о том, культ силы, жестокость, кровь, насилие, разврат. Неужели непонятно? Я обращаюсь это к верующим людям, для неверующих опять становится иксом? Неужели непонятно, что сатанизм – это реальность, это не выдумка? Слышите? Это не выдумка, это не какие-то фантазии. Причём, теперь уже поразительное, с чем мы встречаемся, с чем мы столкнулись, теперь, оказывается, они уже захватили власть в мире. Слышите? В мире. Конституция, которая должна была принять Совет Европы, даже упоминания о христианстве нет. Вся она выросла на христианстве, даже упоминания нет. Изумительно! Я в своей биографии ничего не напишу, что у меня есть родители, у меня были. Их нет! Что вы! Я почему об этом говорю? Как-то, вот, я часто вот говорю, вот так иногда, на меня смотрят, на меня слушают, и я вижу, как это пролетает мимо. Что такое сатанизм? Что такое сатаны? Как это люди могут быть, этим заниматься? Вот мы начинаем, наконец, видеть понемножку когти и зубы. иювенальная юстиция, иювенальная система, вот она показывает себя. И всё как всегда. Дьявол, слово дьявол, значит, лукавый. Под лукавым лозунгом заботы о детях. Родители, это уже не... о них нечего заботиться. И кто же лучше будет о детях заботиться? Нормальные родители, у которых отнимают ребёнка только потому, представляете, в Германии половина отнятых детей, знаете, отнятых по какой причине, недостаточно обеспеченные. Вы подумайте только. То есть, бедные, недостаточно обеспеченные, им отвечают, им отвечают, хорошо, вы забираете этого ребёнка, так? На него средства какие-то будут? Ну да. Дайте в эту семью эти средства. Дайте. И они будут достаточно обеспеченными, чтобы этот ребёнок был накормлен, одет, и обучался. Дайте. Нет. У нас миллионы бездомных, мы же знаем это. Почему это не занимаются ими, интересно? А отнимают детей у родителей. В чём дело? Займитесь. Отнимите. У вам же родительские права, они плюнут, скажут, дайте пол-литра только. Нет, этим они заниматься не будут. Потом учтите, при наших человеческих страстях, во что превратится вся эта система, это такая будет коррупция. это такое качание денег этими людьми подчас, самыми нечестными, самыми подлыми подчас. Так, боже мой, уже по паспорту школьника знает, у меня отец работает высоким чиновником в банке, а это генеральный директор того, такой-то фирмы, это такое-то, всё. У вас с детьми не в порядке. Да. Последнее предупреждение. и папушка, давай, сколько вам надо. Берите, только не отнимайте. Ну, в общем, ситуация-то совершенно ясная. Религиозное воспитание уже здесь дать вы не сможете. Не сможете. Это же отсутствие будет воспитания. Причём, часто, вы знаете, куда отдают детей? Вы знаете, что сейчас принцип толерантности, в частности какой толерантности? Геем, гомосексуальные семьи, так называемые, отдают ребёнка туда на воспитание. Не будем забывать, и надо это понять, и отнестись со всей ответственностью. Сатанизм вступает, в силу уже начинает открывать себя. Если раньше знать, как змея в листьях, то теперь уже поднимается. на поверхность. Отсюда возникает вопрос, что, как всегда, уже не по Чернышевскому, конечно, а по нашему современному, что делать? Что делать? Первое, конечно, пока не введены ещё эти ювенальные системы, ещё этого нет, этого паспорта школьника, который думает вести в течение этих двух ближайших лет, двух ближайших лет, то есть, начиная с сентября уже это начнётся. Кто что может, по-моему, должен делать? Если у меня есть хоть маленькое чувство любви и ответственности к своим детям и всем детям вообще, и к своему народу, это как угодно. Ну, что-то делать? Нужны обращения президенту, правительству. Вот, если вот будем мы сидеть спокойно, так сказать, и наблюдать, как наш корабль тонет, хотя можно было латать дыры, которые ещё, может быть, можно залатать, то потом понесём сами на себе весь ужас последствий введения этих новых западных, чисто западных, Хлаб сказал, чисто сатанинских вещей в нашу страну. Извините, что я такое вступление делаю, но просто создаётся впечатление, что это какая-то пассивность. Мало кто пишет, какие-то есть группы, конечно, которые активно ощущают, у которых боль. Ну, на Болотной улице митинг состоялся, да, более 5000 человек в Москве, более 5000 человек пришли с такими очень хорошими такими лозунгами, транспарантами, да, протеста против введения этих вещей. По другим городам это проходит, создана уже ассоциация родителей, родители, это очень важно, чтобы были эти ассоциации, да. Ну, всё зависит, в конечном счёте, всё упирается в каложи нашего каждого человека. что я буду делать, а что я сделаю? Другие там кричат, делают, ну, пусть, может, что-то получится, а я, моя хата с краю, ничего не знаю. Потонем тогда мы, если так будем рассуждать и так будем относиться. Утонем, весь корабль утонет и узнаем тогда. Думаю, что произойдёт через некоторое время ещё нечто другое. Но это уже предположение и к нему я уже относиться как к предположению. Сейчас дети отнимают и будут отнимать. Уже в 30, в 30 регионах России ювенальная эта система работает. Слышите? в 30. Так? Сейчас пока отнимают. Но потом их будет девать некуда. Отнятых. Знаете, маятник? Политика маятника, знаете, сначала в одну крайность маятник, а вам не нравится в другую. У вас остаётся ребёнок. Так? У вас в семье. Так? Он будет делать всё, что хочет. И попробуйте вы что-нибудь. И это уже простите меня существо, которое с глазами ярости и ненависти будет творить такое, что хочет, и вы ничего сделать не можете. Пожалуйста, наслаждайтесь, наслаждайтесь. Вот к чему это приведёт. И это будет, не знаю, наверное, даже хуже, чем... Не знаю, что лучше, что хуже. Невозможно. Вы знаете, как невозможно жить вместе людям, которые ненавидят друг друга. Вы знаете. А тут друг, ребёнок, ведь легко же его перевоспитать постепенно, легко сыграть на его эгоистических, сластолюбивых вот этих страстишках. На гордости даже такой, я хозяин, а не вы. во что обратить семьи и не буду, если отнимаю. Это будет второй ужас. Итак, первое, что можно делать, это, конечно, проявить активность социального порядка. Социального порядка. И в этом отношении очень многие, очень многое может, родительские комитеты, учительские комитеты и так далее. Их обращения, активные обращения и так далее. Это первое. Это внешняя сторона. Она должна быть. Она ни в коем случае не должна быть где-то, знаете, или за пределами нашей активности. Второе, на самом деле, которая, может быть, является наиболее существенной или сущностной, поскольку затрагивает самое существо человека. Речь идёт уже прямо о том воспитании, о том воспитании, о котором мы всё время, всё время говорим. От начала человечества. От начала человечества. Уже Адам и Ева не смогли воспитать как следует. Уже Каин убивает Авеля. Представляете? От начала человечества эта проблема стоит. Она всегда будет стоять. Что здесь, на что необходимо обратить внимание. один из древнегреческих мудрецов сказал так. Управлять и воспитывать других может только тот, кто научился управлять собою и сам воспитан. Мы всё время говорим о детях, о потрясающем поколении и никогда не говорим о себе. Вы заметили, наверное, сколько докладов, сколько конференций, всё молодёжи, а молодёжи и молодёжи. А мы сами-то, ну что, нас уже воспитывать нечего. Мы настолько хороши, что чуть ли прямо не небо жителей. Всё время идёт о них и не понимаем простой вещи, невоспитанный не может воспитать. Человек весь в страстях не может научить другого человека, как бороться со страстями, с эгоизмом. Алчностью, с завистью, неприязнью, тщеславием. Как я могу научить, когда ребёнок видит, что я весь этим охвачен, я этим живу, у меня всё время это бьёт. Посмотри, у него, какая машина, негодяй, у него есть наворованные деньги. Ребёнок это слушает. Как я произношу целую тираду, произношу в адрес своего соседа. Чему я его учу? научил, воспитал и так непрерывно. Как один замечательный отец учил своего сына трёхэтажным на него, трёхэтажным. Я тебе сколько раз говорил, не ругаться. Замечательно, изумительно. если мы хотим что-то сделать в воспитании своих детей, помочь другим, первое и необходимое, до тех пор, пока наше яблонько не будет привито, пока мы не возьмёмся за себя, бессмысленно просто говорить о воспитании детей и изменении нашего подрастающего поколения. Весь ужас воспитательной проблемы, который состоит у нас, в том, что подсознательно вы слышите неосознанно мы видим себя родители хорошими. Вы знаете, до тех пор, пока я вижу себя здоровым, вы меня не заставите идти в больницу. Я лечиться ничего не буду. Скажут, вы что, лечитесь сам? Пока я вижу себя хорошим, я ничего не буду делать. Я только буду эти свои все страсти, всеми страстями буду этого человека пичкать своего ребёнка, воспитывать его в этом. С молоком матери он всосёт все эти гадости и подумаем, ах, что нам делать с молодёжью лучшего возраста, более трагического, я бы сказал, ещё, наверное, никогда и в истории не было. Я хорош, яблонька хороша, а яблочки плохие. да что ж это такое случилось? Недаром ещё дедушка Крылов писал, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе оборотиться? Всехович, как воспитывать, как воспитывать? Вот номер один. Номер один к себе оборотиться. Номер один. Ещё раз повторяю. Знаете, сколько раз приходится повторять? Ноль. Я готов горы сдвинуть, чем за себя взяться. Но за себя я не возьмусь, извините. Потому что я чувствую, что я хороший, понимаете? Я хороший. И попробуйте вы только мне кто-нибудь скажите, что я плохой. Я вам покажу тогда. Интересно, что покажу? Узнаете, какой я хороший. Вот, оказывается, во что мы упираемся. Вот где самые непреодолимые препятствия. Почему так важно православие в жизни человека и нашего общества? Потому что оно обращает внимание, главное внимание, не просто на знание, не просто на культуру, культуру поведения, а обращает внимание на состояние нашего сердца, нашего душа. Моё сердце очень хорошее. А что вам на него обращать внимание? Я готов любить любящих меня. Правда? Готов. А как же ещё? Хорош, пока меня не тронули. Православие обращает внимание на это. и говорит, самое ценное, что есть в человеке, это состояние твоё, человек, внутреннее состояние души. А твоё внутреннее состояние души надо знать, какое оно и при каком условии только можно назвать его нормальным. Христианство употребляет такое понятие, как грех. Грех. Грех? Не шутка ли это? Что это такое грех? Что такое грех? А это само понятие это греха. Что это такое? Что это такое? Грех? Ты пошёл на улицу Ленина, а попал на улицу Сталина, на прямо противоположную. Пошёл лес за грибами, а попал в болото. Грех. Этимологически, если грех вам сказать, из греческого языка, то это промах. Это ошибка. Это ошибка. Я садился на мягкий стул, а попал на раскалённую сковороду. Я думаю, что выпить это очень неплохо, и чем больше, тем лучше. Ещё в древних греках были празднества, посвящённые Бахусу. Да, там, кто больше выпьет, тот наиболее достоин, достоин оказывается этого Бога. Что такое грех и страсти? Это та рана, которую я сам себе наношу. Некоторые раны, нам понятны грехи. Пьянство, наркомания, это понятно. Да, 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 с этим надо бороться. Вообще, замечательно, я вам скажу. Боремся, знаете, с чем? Боремся с ростками, с веточками и поливаем изо всей мощи корешки, корешки поливаем. Вот эти все внешние вещи, о которых мы трубим, кричим, надо делать то-то, то-то, и в то же время культивируем это чем? Тем, что, по крайней мере, не боремся, не боремся с чем? С алчностью. Видите, по телевидению, экран. Алчность! Ах, вожделенная! Ты хочешь быть богатым, счастливым, ты должен иметь как можно больше денег, а ты должен иметь денег, ты же понимаешь, что вот на той дорожке, которой ты стоишь, ты не добьешься. Сморуй, обмани, подделай, убей, наконец, ограбь. Вы слышите? Корни где? В чем состоят? В наших вот этом, вот я бы сказал так, вожделении, что ли, порочных вожделениях, страстях, которые порождают и в себя всю ту совокупность преступлений, которые мы видим в мире. Ну, я не знаю, интересно ли вам об этом слушать, конечно. Да. Вот в чем дело. Вас, наверное, интересуют какие-нибудь другие проблемы, а тут скажете, какая-то проповедь идет, да, не к селу и не к чему нам заниматься. Нам нужно знать, какая методика должна быть предложена, правда, чтобы выучить географию, не правда ли, истории, да? Я не знаю, не знаю, что интересует, но я вам скажу, корни – это состояние души человеческой. И до тех пор, пока мы не будем очищать душу свою от гадостей, потому что так они называются в человеческом языке, от греха, так они называются в христианстве. Это одно и то же. Одно и то же. Представьте, я человеку улыбаюсь, о, да, действительно, вы хороши, тут же отошел от него, негодяй последний. Такое лукавство, такое лицемерие. И кто этим занимается? Я. Так кто же я? Деда, кто же я? Только что ему улыбался, чуть ли не объяснялся в любви, в своем благожелательстве, да, готовся. И тут вдруг, вот это да, хорош. Соответствующий раствор даёт таковые же и кристаллы. То есть, наше деяние и весь наш процесс, если хотите, обучение и воспитание, будет полностью обусловлен нашим состоянием. С какого-то времени, с какого-то времени всё внимание в образовании стало обращаться на приобретение знаний. Вот сейчас студент в любом институте, он совершенно свободен, он пришёл на лекции, посидел, пошёл. Воспитание? А что это такое? Ну, мы ему скажем, что надо вести себя, хорошо, да, спасибо. Спасибо, сказали. Где оно? Где оно? Кстати, у нас на Руси, на Руси несколько веков, по крайней мере, потом процесс стал угасать, да, первостепенное внимание обращалось на то в образовании, чтобы человека сделать хорошим. Не на сумму знаний, которые он приобретёт, а человека сделать хорошим. Прекрасно понимали, что хороший человек и дела будет творить хорошие. Дурной человек, чем больше приобретёт знаний, тем больше зла он принесёт. Сейчас уже статистика говорит, уже статистика говорит, уже господа, господа бизнесмены, не вздумайте нанимать свои фирмы, людей с высшего образования. Как? В пять раз больше преступлений различного порядка творят люди с высшим образованием, вот в этих, во всех деловых, нежели с обычным средним. Почему? Они приобрели квалификацию. Квалификацию приобрели, что вы хотите? А этот школьник окончил, что он? Он ещё не смышлёныш, а тут высшее образование. Я говорю, у меня один знакомый купил машину, такая, господи, не знаю, что там, гараж, машина под охраной, гараж под тройной охраной, утром встаёт, идёт к машине, весёленький, да, открывает, а машины нет. Машины нет. И он мне говорил, сам я окончил физический институт, физик. Говорит, меня больше всего поразило, да как же это не смогли-то? Такая охрана ничего не пикнула, не звукнула, и машины нет. Это уже люди, конечно, понимаете, высочайшей квалификации. Это уже образованнейший человек. Мы дали ему образование, слышите? Дали ему. О! Просто на стену его героям надо поместить. Мы образовали его. С каких-то пор образование свели к тому, чем занимались в наши времена дедушки, бабушки, прадедушки, когда откармливали гуся к Рождеству. Сажали его в мешок и пихали ему в глотку. Хочет он, не хочет. И гусь жерел к Рождеству. Ну и потом его, соответственно, употребляли. Это называется образование. Это называется создавание образа. Какой же образ создаём мы человеку, когда даём какие-то знания, а не даём нравственных начал жизни? Беда! Беда! Мы убиваем тогда сами себя этим. Вот что мы делаем в таком случае. Я вам говорю, там, где преобладает в обществе религиозное мировоззрение, там, прежде всего, каждый человек знает религиозные принципы жизни. Вы слышите? Жизни! Потому что, если говорить о религии, то мы о чём только можем говорить, когда говорим о религии. Это о характере жизни. Характер жизни. Образование может разное получать, люди. Но характер жизни вот такой, единый, должен быть. Так и у нас было на Руси. Вы представьте себе только. Все мы помним, например, войну 1812 года. Ну, помните, мы участвовали в ней. Помните, все мы участвовали, естественно. Да. Помните, помните, наверное, как французская армия прошла от Парижа до Москвы. Помните. Разбои, насилие, пожары, ужас. Разбегались все в ужасе. А от какой армии? Слушай, от какой армии это разбегались? Культурнейшей, образованнейшей. Из Франции шли. Ну, что вы? Неужели вы не понимаете? Ужас сеяли вокруг. Обратно пошла непросвещенная, темная, невежественная, необразованная русская армия. Ни одного насилия, ни одного убийства, ни одного пожара. Подходит к Парижу. Париж в ужасе. Что теперь сделают русские за то, что мы сделали им там? Пальчиком никого не тронули. Забыли паршивцы они. Забыли, какова была русская армия. Герои в сражении. Герои, которые душу свою полагал за своих собратьев. И чистые, чистые девочки, если хотите. Вот. Как только касалось дела мирных жителей. Вот что такое православие. Нравится? Нет? Не нравится? Не нравится? Правда? Спросите их. Вам не нравится? Вы что, предпочитаете к вам, кто пришёл бы, чтобы французская это армия? Или русская армия? Да. Вот в чём дело. Вот некоторые вещи, некоторые вещи, которые с очевидностью. Таких фактов можно было бы привести в необразимое множество. Необразимое просто множество, да. Что делает православие с человеком? Что делает с обществом? Что значит целенаправленный процесс воспитания? До тех пор, пока человек не понимает, пока он не убеждён, пока он не знает, пока он не верит, в чём заключается смысл его жизни, вся его деятельность будет носить хаотический характер. То есть чисто меркантильный, практический, в конце концов, страстный, я не знаю, какой. Преступный, может быть, более-менее порядочный. То есть подумайте только, могу ли я строить, строить что-то и не знаю, что я строю. Я хозяин. И он спрашивает, что ты строишь? Не знаю. А что получится? Ты что, с его сошёл? Как что получится? Ты живёшь, а зачем? А зачем, интересно? А для чего? А смысл какой твой? Ну, скажи смысл. Смысл – это вот та конечная цель, к чему я стремлюсь. А зачем? Не знаю. Но родился, надо жить. Ну, простите, так животные, они не думают. Животные действительно не думают. У них и мысли не может быть такой в голове. Зачем он живёт? У человека, ну, надо же, это несчастье настоящее. Когда Дарвин написал свою работу «Происхождение видов», то никто другой, как его ближайший друг, друг, написал ему записочку. А зачем обезьяне мозг философа? Эти идеи-то Дарвина какая? Уже помните? внешние условия жизни, да, необходимо выживание сильнейших, лучших. И вдруг такой коварный вопрос, а зачем обезьяне мозг философа? Обезьяна великолепно устроена, великолепно лазит по деревьям, лучше всякого человека. Питается всё нормально, стопроцентно приспособлено к окружающим условиям жизни. Зачем эта философия? Она пройдёт по самой, не знаю, на какой высоте, пройдёт по канату, если вам надо, и не упадёт. А человек только поставили, он тут же рухнул. От чего? От мысли, что сейчас упаду. Зачем? Ужас! Уж что-что от такого удара Дарвин, конечно, не ожидал. Это от друга называется друг. И в гневе на этой записке только написал нет и восклицательные знаки. Что нет? Что нет? Да. Не согласен. Бедный. На что он надеялся, не знаю. Ну, на раскопки, наверное, археологические, что найдут эти все промежуточные между видами ступени. Так и не нашли. Ничего не нашли. Так человек, интересно, зачем ты живёшь? Вы знаете, от чего пьянство? От чего наркомания? От чего общая преступность? В самом корне от чего? От бессмыслицы жизни. Да-да, от бессмыслицы. Бери от жизни, пока вот ты жив. Завтра уже, может, меня не будет. Бери. И что же он берёт, бедный? Я думаю, те, которые живут этим принципом, им бы надо обязательно выйти в какую-то клинику хирургическую и просить. Пожалуйста, сделайте мне операцию. Ещё два желудка мне пристройте, пожалуйста. Я же от жизни должен всё же брать. А что тут возьмёшь, когда один желудок? Съел немножко и наелся. Ужас какой! Один из центральных моментов, может быть, одним из важнейших моментов, который должен присутствовать в образовательном процессе, это пояснение, уяснение, дать возможность подрастающему поколению понять, зачем оно живёт. Эти лозунги несчастные, да, мы построим то-то, великое будущее, перспективы в это звучат настолько смешно, особенно сейчас. Особенно сейчас. Пойдите на кладбище, посмотри, что творится. Молодёжь, молодёжь лежит, молодёжь лежит. Светлое будущее где у вас? Где оно? Это нетрудно показать. смысл жизни. Конечно, я понимаю сложности у педагогов в светских школах. Вы не можете читать лекции о том, например, сказать, что атеизм, который говорит, нет вечности, нет души, нет Бога, так, что это мировоззрение отчаяния. Значит, смысла жизни нет. Ничего нет. Потому что здесь я сегодня жив, завтра умер. если религия говорит, есть Бог, есть вечность, вечная жизнь для тебя открыта, есть душа, человек, вот ценность, ценность величайшая, на которую ты должен обратить внимание и подготовиться к этой вечности, чтобы войти в неё должным образом. Я не знаю, можете ли вы говорить об этом или нет. Или вас упрекнут в нетолерантности. Вы знаете, сейчас ведь толерантность. Если вы будете осуждать убийцу, какое-нибудь убийство, вы скажете, вы нетолерантны. Да? Или нет, не говорят нет. Или убивать всё-таки нельзя. Странно. Это интересно. Убивать, кажется, нельзя, да? И осуждать убийство, это нетолерантно. Убийство тела, а убийство души? Ох, как это толерантно! Ну что вы, давайте устроим гей-парады. Я говорю, устраивали бы не гей-парады тогда, а устраивали этих скотоложников, чтобы они со своей скотиной бы прошли бы по этим городам и показали бы человек, это звучит гордо. Такая гордость была, что лучше, наверное, не придумаешься. Посмотрели бы. Какая гордость! Нет Бога, а бессмысливается всё. Всё! Стена! Всё, стена! Смысла нет! Я умру, и все мои родные умрут, и все люди умрут. Не всё ли равно тогда, как жить? Скажут, не всё ли равно тогда, как жить? Все умрут, всё равно! Никакой ответственности нет, никакой вечности нет. Я ни с кем не встречусь, и мне не посмотрят в глаза, и я не буду знать, куда деваться от той подлости, которую я сделал. Нет, нет! Одна из причин атеизма – страх! Страх! перед вечностью, перед ответственностью, если хотите, перед высшей совестью, которой является Бог, и перед своей собственной. Страх! Нет, нет! Как страус, голову в песок от опасности, так и здесь нет Бога. В ужасе нет Бога только. Ну, я не знаю, вам, конечно, может быть сложно, но скажу пример. Я кончал школу, среднюю школу в советское время, в советское время. У нас астрономия, читает нам лекции, помню ещё, Натан Вульфович, помню, что вдруг он знал, что я верующий, и однажды прочитал лекцию по астрономии, когда он закончил урок. Весь, я помню, класс закричал, так значит, Бог есть, да? Он посмотрел на меня, улыбнулся и ничего не сказал. И ничего, это в советское время. Видите, оказывается, сейчас чуть-чуть, наверное, полегче, чуть-чуть. Оказывается, можно прочитать так лекции, не упоминая о Боге, кстати. Он ни слова о Боге не говорил, не упоминал уже имя это, а все завопили. Так значит, Бог есть, да? Это было здорово. Я к чему это говорю? Что, конечно же, мы можем иногда находить такие способы, если хотите, такие варианты, когда хоть немножко подвигнуть, задуматься, задуматься над вопросом, зачем мы живём? если всё, чем бы мы не занимались сейчас здесь, окончится и навсегда. Тогда зачем же мы живём, если всё это окончится? Зачем? Любопытно, не правда ли? Ну, как-то скажет, что? Ну, Ванечка, ты скажи, ты Петенька, ты Машенька, как вы думаете, да? Зачем мы живём, правда? Да? Ты говоришь, чтобы в куколки играть. Ну, вот видишь, он-то старше уже не играет. Будь здоровой и красивой, посмотри, больница полна. Быть успешным, да посмотрите, сколько неуспешных людей. Не правда ли? Всегда легко сказать. Надо ронять, вы слышите, ронять в души этих людей, в души, ронять вот эти семена, чего? Мысли. Вы же видите, что сейчас, какова ситуация? Не думай, человек, об этом. Не думай. Вот тебе мыльные пузыри, на которые набрасывайся. Только об этих мыльных пузырях идёт разговор. Не думай о смысле жизни. Ни в коем случае. Такое просто впечатление, что, видите, там этот центр сатанистский, с которым всё исходит, что они на нас смотрят, как на скотов. Скотов. Да, животных. У животных что, только есть где найти хлеб насущный. У коровки травку, у волка овечка. И всё, и больше ничего, и нет. Впечатление, полное впечатление. Оказывается, мы скотина, и нам предлагают, как скотине, соответствующую пищу. Ой, не дай Бог, чтобы было по ним. Не дай Бог, чтобы мы сами оказались своей деятельностью. Своей деятельностью. Оказались действительно теми, кем хотят нас сделать. И убеждают даже в этом, что вы должны быть таковыми. Не дай Бог. Тогда никакого проков, конечно, от нас не будет. Никого мы не воспитаем. Никого не воспитаем. Ничего мы не сделаем. И, как где-то у Тургенева Ивана Сергеевича однажды в записках охотника, очень хороший, помню, эпизод, мне так понравился, он замечательно. Ну, вот скажет же, вот что эти художники настоящие, он же охотник страстный был. И вот он, уточек стрелял на лодке, стрельнул, и, говорит, лодка пошатнулась, зачерпнула и дальше изумительная фраза. И мы торжественно пошли ко дну. Просто великолепно. Да, просто великолепно. Вот так и мы. Только не знаю, торжественно или нет. Он-то может и торжественно, но здесь-то я, по-моему, торжества будет очень мало. и, 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 и,